Продолжаем выпуск. Государственная программа по обеспечению казахстанцев питьевой водой Ахбулах вновь в центре внимания. Общественники провели собственный мониторинг и выяснили, почему в дома тысяч сельчан живительная влага так и не пришла. Нургали Карабаев с подробностями. Село Запорожье в Акволинской области попало в список программы по обеспечению питьевой водой Ахбулах. Здесь уже начались строительные работы по прокладке водопровода. Вот только уже наступила зима, а завершать начатое никто, кажется, не собирается. Поблизости не видно ни одного рабочего. Ну как нам водопровод делают? Наковыряли и бросили все. Ходить невозможно, грязь. До дома провели и все. Забросили все, уехали. Эти кадры снимали активисты общественного объединения для видеоотчета. Они провели мониторинг за исполнением стратегически важной для Казахстана программы Ахбулах. Выяснили, что срываются сроки не только в Акмолинской области. В Алматинской, например, водой должны были обеспечить 85 населенных пунктов. Из 85 только 43 объекта завершены в этом году. А остальные 42 переходят на 2015 год. Либо эти средства не освоили. Данную сумму 14,5 миллиардов в деньге. Либо смета составлена неправильно. Программа Ахбулах начала действовать в 2011 году. Она создана для того, чтобы обеспечить казахстанцев питьевой водой. До 2020 года 100% населения в городах и 80% в селах планируется подключить к централизованному водоснабжению. За первые три года на реализацию программы было выделено более 300 миллиардов тенге. Общественники из Акмолинска, Актюбинска и Алматинской областей сегодня подвели итоги своего мониторинга. Многие села получили воду. Но есть и промахи. От общей сети в свой дом водопровод люди должны протянуть сами. Обращаются к шабашникам. Что такое шабашник? Вы платите деньги, не получаете квитанцию. И нет гарантий на то, что инженерные работы выполнены с соблюдением всех тех правил, которые необходимы для того, чтобы в конечном итоге у вас зимой была вода в кране. Общественники настоятельно советуют чиновникам вывешивать на строительных объектах информационные щиты с названием фирм-подрядчиков, чтобы люди знали, к кому обратиться за профессиональной помощью. Активных сельчан призывают контролировать весь процесс работ.